приветствую вас мои дорогие любители вкусного и интересного рад видеть вас на канале доброслава 13 сегодня у нас ролик обзорной будем обозревать еду из магазинов свое время в сообществе я спрашивал какую еду вы хотите чтобы в новых роликах я снял как на что снимать обзоры еды из магазинов именно и вот достаточно большое количество было комментариев на тему а сними нам тушенку магазин магазинную тушенку вот ты делаешь много-много тушенок а что там творится в магазинах далеко не один человек написали вот хотим самые дешевые самые простые тушенки которые как один там подписчик пишет народный продукт народный продукт то есть сегодня у нас на обзоре тушенки стоимостью до 100 рублей да да друзья мои такие тушенки оказывается бывает я об этом не знал пока не озадачился этой темой и вот за последние несколько недель объехал все близлежащие магазины какие только мог и соответственно собрал коллекцию из семи разных банок разных производителей тушенок стоимостью до 100 рублей за банку сейчас я буду пробовать тушенки так как дело я предполагаю что это будет достаточно непростое и опасное поэтому настю я не стал сегодня приглашать на этот обзор и принимаю весь удар на себя мне конечно самому интересно с учетом того что я знаю себестоимость производства данных видов изделий сколько стоит банка сколько хотят магазины иметь маржи и что за эти деньги можно засунуть в банку я честно сказать по не представляю брал все тушенки по названию говяжьи вот их сегодня и будем дегустировать вот такие вот виды тушенки сегодня будут представлены у нас на обзоре куплены все в разных магазинах но всех их объединяет цена от 100 рублей и ниже самая дорогая тушенка вот это 99 рублей 99 копеек друзья мои пишите в комментариях несмотря ролик как вы думаете будет здесь что-то съедобное а может быть даже устная за эти деньги ну и прежде чем начать дегустацию я хочу поднять вот этот вот бокал прекрасный граненый за тех людей кто порекомендовал сделать такой ролик надеюсь что все у вас хорошо чудесно и замечательно за вас друзья хороша перцовочка но вот теперь уже не так и страшно начинать дегустацию первый образец просто и выгодно из сибири с душой говядина тушеная прям вот стильная классная банка вот здесь вот где-то я сейчас вставлю вам картинку делает ее сибирской продовольственной компанией новосибирске 338 грамм стоила на 63 рубля 90 копеек консервы мясные кусковые стерилизованные высший сорт между прочим высший сорт состав говядина жир сырец говяжий соль лук лавровый лист перец черный то есть прям вот все чудесно и замечательно массовая доля мяса и жира не менее 58 процентов то есть а остальное что воды в составе нет ключ имеется на банке что есть удобно купил я ее в светофоре то есть все тушенки покупал в разных магазинах открываем и надеюсь радуемся тому что здесь будет первый образец из сибири с любовью количество бульона не такое огромное жир причем такое ощущение что жир закладывали сюда отдельно и то что называется здесь тушенка буду вынимать полностью полностью все содержимое банки ох видите видите вы сейчас на крупной вставке это огромное количество жира просто неимоверное желешки очень очень много и вот здесь вот не так и много то есть вот количество больше половины однозначно больше половины это желешка и жир все до последней капли и что здесь и здесь то что называется у нас говяжьей тушенкой то что мы в принципе покупали не скажу что это кусочки больше похоже знаете такая обрезь какая-то спрессовавшиеся ну странная такая структура пленочки жилочки опять же вот очень много желешки очень много такая вот нет вот есть даже кусочек похожий на мясо прям с волокнами и вот я и попробую очень очень мягкая прям вот распадающийся все равно говяжья тушенка она достаточно фактурная и когда ты ешь ощущаешь волокна а это отправил в рот и даже пожевать нечего просто вот распадается на какие-то непонятные сегменты ну-ка еще кусочек пробую принципиально специально холодная но здесь видите тоже кусочек какие-то вот непонятная такая структура но так не куски мяса это какие там жилка попался не знаю косточка мелкая кость видимо какие-то срезки жилы не знаю что еще но при этом запах не противный желешка желешка абсолютно безвкусная вот интересно в говяжьих тушенках вы знаете пробовали если нормальной говяжьей тушенки на это надеюсь то там сама по себе желешка очень-очень насыщенного такого вкуса а здесь это просто как вот застывшая такая водичка не соленая не перченая не вкус говядины уровень российских тушенок в сухпайках выше выше чем вот это вот непонятная штука да нет это все-таки наверное не из мяса сделано какая-то я не знаю может там мясо-мехобвалки говяжья бывает такое или нет я не знаю жилы вот постоянно попадающиеся ну за 63 рубля за 380 грамм 200 рублей за килограмм с учетом того что там банка 10 с лишним рублей будет стоить магазин очень хочет заработать процентов 30 жир не жир я даже пробовать не буду во-первых говяжий жир холодным видео он очень очень невкусен ну и вот здесь вот он не не похож явно не похож на натуральный жир у него такой очень смотрите у него какой-то вот цвет такой вот желтоватый непонятный очень однородный и он явно просто вот куском отдельно был заложен в банк пока ничего сказать не могу ни хорошего ни плохого потому что остальные не пробовали возможно это оказывается шедевром а может быть это самое худшее тушенка сегодняшних на что я очень сильно надеюсь я не знаю для кого и в каких целях делается такой продукт странно непонятно огромное количество жира очень мало вкуса никакого вкуса нет здесь вот в составе лаврового листа я здесь не вижу нет его перец тоже я не вижу черный ну возможно они там скажут что добавляли экстракты как-то так но во вкусе ничего этого не ощущается такой вот лидер на данный момент я не знаю рационально делать сегодня рейтинг тушенок но пусть будет так лидер из светофора первая проба из сибири с любовью по моему туда из сибири с душой блин я всегда считал что сибиряки душевные люди вот а это какие-то нехорошие люди делают этот продукт не вкусно не сытно при каких жизненных трудностях его можно съесть и отдать за него эти деньги я не знаю продолжаем образец номер два тушенка кусковая говяжья 340 грамм баночка здесь тушенка говяжья сельская кусковая но это уже консервы мясо растительное вот такая вот тушеночка еле-еле я ее открыл был проблематично ключа нет просто обычным старым советским ключом ой и смотрите здесь прям ой сколько жидкости и дальше такая вот очень очень непонятная структура состав белок соевый текстурированный вода питьевая шкура свиная тушенка называется говяжья но в составе шкур свиная жир говяжий говядина лук репчатый морковь соль стабилизатор перец черный усилитель вкус и аромата лист лавровый то есть в говяжьей тушенке говядины здесь приблизительно что-то среднее между жиром и луком но гораздо меньше чем свиной шкура образец номер два куплен в пятерочке за 23 рубля 99 копеек ну кошкам я покупаю иногда корм и выглядит он гораздо 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 симпатичнее в десятки раз симпатичней тут вот просто огромное количество бульона непонятно и в нем плавает какая-то такая вот жишка ой в точнее в жишке бульоны плавают непонятные такие кусочки но судя по всему как раз вот есть соевая штука зато вот здесь кусочек лука есть кусочек моркови запах запах просто мир запах с ней шей куай твой морковку сначала морковку попробую этот морковь тоже даже не имеет ни вкус никакого ни цвета ни запаха ну вот нашел я самый-самый крупный самый большой кусок здесь размер у него приблизительно не знаю полтора на полтора сантиметра друзья только для вас не повторяйте эти трюки за мной не знаю может конечно это кажется неимоверно вкусно но запах омерзительный ну я не знаю я не знаю друзья для кого делается вот этот продукт кто в трезвом уме в здравой памяти отдаст своих пусть даже 24 рубля из которых 10 рублей стоит жестяная банка за вот вот эту вот это я знаю когда можно это взять если вам нужно кого-то пытать вызнать у него какие-то сверхсекретные тайные вещи разузнать там например где находится ядерный реактор спрятан где ракетные установки в лесу спрятаны вот можно денек такими вещами покормить человека и он расскажет вам все вплоть даже до кода домофона в доме своей бабушки я не знаю но это я предполагал что будет все не очень хорошо но это просто друзья мои вот если знаете такого производителя и это не производитель это вредитель это вот чисто мое мнение и вот я не понимаю этих банок на прилавках стоит очень много значит кто-то это дело покупает кто это может покупать и для чего и в сравнении с этим получается первый образец из светофора да просто шедевр да он не вкусный так себе но он не мерзкий не противный и в каких-то жутких жизненных условиях тяжелых его наверно можно было бы съесть хухух надеюсь больше таких веселых образцов у нас не будет и нам они не встретятся образец номер три куплен в магазине фикс прайс говядина в собственном соку тушеная гост все дела как положено кстати вот это тоже было это тоже у нас гост это это вот эта тушенка была у нас тут это пту сделано вот это тоже гост 66 рублей фикс прайс куплена состав консервы мясные кустовые стерилизованные собственном соку говядина жир лук соль перец черный желирующий компонент каррагинан лавровый лист массовая доля кусочков бескостного мяса и выполнен выплавленного жира не менее 50 процентов открываем аромат аромат жира говяжьего жира вот вот так вот выглядит просто так как предыдущие образцы ничего не вываливается не вылезает отсюда пытаемся достать ох ты тут даже есть кусочек похожий на мясо так дальше дальше пошел жир желешка ой а я знаю что это такое друзья мои это похоже очень на губу говяжью очень похоже что это говяжья губа дальше опять пошло желе 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 снова вот она видите такая вот у него структура очень интересная это либо пятак говяжий нос говядины коровы быка либо губа так дальше хотя вот я делаю средние пятачки они вкусные классные дальше опять желешка и вот такая вот штука человек кто не знает строение коровы не сталкивался может подумать что это например какие-то щупальцы инопланетного кальмара какого-нибудь ну и дальше опять желе 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 опять желешка 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 ну опять вот она ну говядина да ну и что что губы говяжий тут пятачки состав говядина какая говядина там высший сорт вам вырезку класть лопатку на куда и конец или кострец но посмотрите вот посмотрите поближе сейчас вот даже прям специально вот так вот засниму вам ой как выглядит до желешки очень много прям желе не не пожалели желе не пожалели производителя жира кстати совсем немного и где же я найду здесь мясо кусочек ладно попробую желешку вот здесь кстати желешка имеет хотя бы какой-то вкус вкус желе желатин и бульон говяжий разбавить один к пяти водой и желатином его как бы так вот загустить но здесь карагинан то получится такая вот штука еще раз желешку где-то отдаленно отдаленно похоже на мясное но привкус очень и очень такой жутко противно страшные губу вот это попробовать за вас за вас за вас за тех кто писал что хочешь такой ролик давайте выкладывать у себя его в соцсетях расскажите всем что доброслав все на канале есть гадость просто жуткая гадость разбитая в кашу не пойми как ввязался вот афер как я понимаю уже зря но буду рад если кто-то посмотрит этот ролик и не купит ничего вот по крайней мере из первых трех вещей перепробованных мной я нашел в конечном итоге здесь кусок говядины вся вот все мясо именно вот такой вот размер имеет но она с большой достаточно жилкой вот вот за 66 рублей мы имеем кусочек весом грамм 35 может быть чуть больше чуть меньше с одного края проходит жилка по здесь все жующийся говядина все как бы нормально похоже на говядину но такой кусочек один его всего 30 грамм но в сравнении с тем что было предыдущая это прям шедевр кто же шедевр делает по заказу компании импекон а производитель мпк мясоперерабатывающий комбинат наверно подтанина ленинградская область волковский район деревня подтанина улица промышленная 3 вот ребят вот этот кусочек вам удался хороший а остальные 300 грамм непонятные субстанции мясо мясо да мясо все-таки есть вот в этой тушенки есть мясо это первая тушенка где прям попалась такое нормальное мясо которое похоже на мясо вот она прям жилками все совсем такой вот третий экземпляр и рейтинг я уже решил я не буду выставлять просто покажу и подведу потом итоге потому что у меня еще образцов друзья мои я традиционно взял 7 образцов нет чтобы 34 взять а я 7 набрал таких шедевров продолжаем спасибо добрым людям которые досматривают уже до четвертого образца данного рейтинга самого такого трешового рейтинга на канале за все время это из магазина магнит 2499 данная тушенка говяжья кусковая тушенка так и называется текст очень очень мелкий белый на красном совсем не разборчивая и куча куча ешек даже не хочу смотреть чтобы не огорчаться глядите какая штука ну-ка-ну-ка вот прямо они очень 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 похожи по аромату по своему гадкому и мерзкому аромату ой 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 так вот какие-то непонятные субстанции кто же делает это такой изготовлен для зао тандер то есть от магнит специально заказывает чтобы своих любимых покупателей кормить такой классный чудесной едой изготовитель вязьма мясопродукт но тут тоже своя жир говяжий лук сушеный рекомендуется разогреть соевый белок вода питьевая три года можно хранить все дела все как полагается в лучших домах лондона и парижа ну смотрите друзья мои опять вот это вот бульон непонятная штука вот это вот наверно соевое мясо я так понимаю такие как улы как улы вот эти вот это вот типа кусковая говяжья как она кусковая говяжья тушенка 340 грамм вот вот это вот кусковая говяжья тушенка как губка такая поролон но вот здесь вот из пятерочки она была просто неприятного жутко аромата а здесь вот представьте как вот сейчас своей больной фантазии я вам придумаю какую-то налоги доедать я конечно не буду даже один кусочек губку которую вы моете посуда которая у вас залежалась и такая уже душок от него пошел и вы ее вот саль есть вот вот приблизительно вот это вот тушенка вот это вот тушенка будь она неладная за 24 рубля 99 копеек вот приблизительно так она на вкус будет я конечно не знаю как на вкус губка для мытья посуды которая недели пролежала непонятно где но мне кажется вот она вот вот именно такого вкуса и получается но вопрос то есть разные производители разные магазины торгуют этим вещами кто эти люди вот среди моих подписчиков напишите пожалуйста если люди которые покупали вот эти вот тушенки пробовали их и могут что-то сказать вот особенно вот эти вот 2499 2399 ну и остальные тушенки вот и за сегодняшний обзор если кто-то что-то пробовал пожалуйста напишите по-честному может я просто зажрался может я вообще тут вот я не знаю а это обычная нормальная еда рабочего человека из траншеи как там некоторые писали может вот это вот и да действительно у нас страна таким питается ну тогда совсем все уныло и печально но для кого-то это делается для кого это делается радует одно что экватором этого ролика мы уже перевалили и теперь уже баночки идут покрупнее говядина особая вот такая вот говядина особая тут две классных буренки нарисована куплен в светофоре за 53 рубля а 525 грамм 525 грамм то есть прям как хорошая советская банка тушенки армейская говядина особая сделана по с то состав мясо механической обвалки куриная особая говядина консервы мясо содержащие стерилизованное все про курицу нигде ни слова до этого не было но первым идет мясо механической обвалки куриная мясо говядина шкура свиная жир говяжий вода питьевая опять шкур свиная все дела сделано в калининграде данная тушеночка компании универсал трейд балтика опа открываем и смотрите она какая как холодец такая ух она прям правда целиком баночка пустая открыть кстати банку было достаточно проблематично но я со своим ключом своим ровесником справился что мы здесь имеем а мы здесь имеем такой вот желешка свернувшийся непонятный белок а это может как раз вот и есть мясо мех обвалки что ли не знаю опять желешка желешка еще желешка снова желешка и такая в середине котлета о смотрите прям действительно как котлета такой неудавшийся бургер становится вот такой вот тушенкой ох друзья мои но она как-то такая плотная тефтели на наверно процентов на 40 от всего объема и здесь вот есть целые кусочки лука по факту это перетертый фарш непонятного запаха непонятной структуры ну как-то вот так вот это выглядит надеюсь все будет хорошо да нет друзья мои вы что какой какой вот этот вот 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 невозможный вкус кошачий паштет какая-нибудь там шеба или не знаю вискос даже тот же в разы лучше и пахнет лучше и пахнет вкусней фу гадость полкило за 53 рубля 100 рублей за килограмм из которых там процентов 30 сама банка пустая стоит фу мерзопакость калининград калининград и там делают пакостные консервы все вот производители разные и каждый каждый из них по-своему гадки и противные ну друзья мои извините что такой взор получает повелся я на это определенную провокацию наверное что снять такой вот ролик думал честно сказать что возможно что-то интересное попадется хотя бы похожая на правду вот давайте следующим попробуем говядина говядина высший сорт масса 338 грамм гост 2013 года лучше 100 лучших товаров россии значок консервы кусковые мясные стерилизованные самый топчик дорогущие 99 рублей это вот наверно только на новый год на праздники можно себе брать в сравнении с вот этими вот консервами такую тушенку из красного и белого кстати баночка состав ну прочитать здесь как всегда практически нереально говядина жир говяжий лук соль лист лавровый перец черный курганский мясокомбинат стандарт мне кажется в армейских тушенках вот этот курганск был в каких-то из тушенок и была она такая из категории условно съедобных но в сторону съедобных так что давайте попробуем эту тушенку под номером 1 2 3 4 5 6 здесь ключ открывашка банка жестяная вот хочется открывашка открывать легко и удобно слегка желтоватый жир аналогично кстати вот вот этому вот новосибирскому производителю но здесь никакая жидкость ничего не выливается так что будем извлекать по жирок сверху количество жира видите какое дальше пошли что-то похожее на куски и потом опять же желешка 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 място хоть кусочек будет желе снова желе опять желе и жир все окну все почти кроме жира я извлек что здесь есть желе достаточно много так подождите мне кажется друзья мои я здесь нашел мясо это по моему будет второй образец где мы с вами встретим мясо вот он кусочек сейчас я вот желешки очищу ой плотной твердой вилкой даже не распадается вот такой вот как и здесь грамм на 30 кусочек пробы за вас мои самые терпеливые преданные зрители кто досматривает до таких ключевых кульминационных моментов в ролике вдруг от будет вкусно то она не жуется а как так и мудрится при стерилизации сделать чтобы кусок кусок был не жующийся а видите до волокна волокна мясо то есть это прям вот явно мясо может они там динозавр кого откопали или мамонта я понял это жила дальше пошла жила не жующийся что даже за время стерилизации она как бы не не стал более-менее мягким я с таким консервами ни разу жизнь не сталкивался чтобы их так усиленно надо было жевать так а следующий кусок вот еще здесь здесь кстати по количеству кусков похожих на мясо гораздо богаче вот еще кусочек выдает пленочка жилучка но по крайне мере можно сказать что дам это говядина такая вот знаете как лопатку разделываете или кокороку ближе частью коровы у быка и где в там части где много пленок и вот когда срезали хорошими со пленки ну отправляем сюда но по количеству конечно да за 100 рублей тут прям топчик вот еще один кусочек под жиром попробуем его но почему почему так долго так сложно живется я кстати недавно от стоматолога зубами все в порядке зубы рабочие но здесь здесь хотя бы есть вкус да понимаю что это говядина что ее мало что я надо усиленно жевать прикладывать очень много усилий но какой-никакой вкус есть сравнение с вот предыдущими образцами это это неимоверный шедевр причем железка не до конца вставшая при таком количестве жил это очень странно то есть здесь вот явно просто из самого-самого такого мишка пробного сырья все это сделали но но это отдаленно похоже на тушенку на фоне предыдущих образцов это прям топчик но купил бы я за 100 рублей да и не в жизни не в жизни за 100 рублей можно приготовить нормальный обед то есть вот что такая вот вот 340 грамм тушенки да это как бы одному человеку поесть если вот чист тушенку съесть за эти 100 рублей можно приготовить нормальный полноценный обед да да даже на двоих можно приготовить без каких-либо проблем так соответственно есть и последний наш будет образец из фикс прайса за 85 рублей тоже достаточно дорогая тушеночка и здесь кто ее делает так 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 ленинградская область по потанина подождите у нас был что-то потанина вот она потанина тоже ленинградская область 66 фикс прайса короче у них в разных банках один и тот же производитель от стоил 66 рублей а это 85 рублей но тут намного намного больше состав говядина жир говяжий вода питьевая лук соль черный перец желирующий компонент карагенан лавровый лист но в принципе состав то плюс минус один и тот же это где это так и 7 образец погнали так он выглядит есть ключ для открывания все 7 образца не будет ключ сломался вот тоже я вся радуюсь когда есть ключ а видите далеко не каждый ключ справляется своей задачей как это выглядит жирок жирок и бульончик папа папа все такая издалека похоже как будто холодец из мисочки вытащили смотреть такая структура желешка жир желешка желешка желе желез но уже ли опять же ли еще жили вот вам еще жили опа жили все меньше 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 так вот процентов 60 наверно тут 50 это именно желе с обратной стороны тоже желе 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 сейчас я друзья мои доберусь до сути вопроса опа опа ну да здесь гляньте кусочек с желешкой и похожий на мясо есть я до него докопался не скажу что аппетитно но ну кстати запах приятный ну после вот этого приятный запах и кстати приятнее пахнет чем вот в этой вот жестяной банка вот в этой банке был предыдущий не жуешь там жуешь 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 вот вот в этой вот которая нас сейчас безоговорочный топовый лидер среди самых худших тушенок россии а здесь вот берешь похож на кусок мяса да он раз и он распадается в какой пюре в рот его отправил а он не дает на вкус ничего то есть вот вроде как бы много вот и причем нет вот этих вот губ не оба говяжьего пятачков говяжьих здесь вот более как бы сымитирован такой вот что-то похожее на мясо вот видите пленки жилки но настолько настолько разварившиеся что просто вот вилкой прикасаешься она распадается в труху как так можно как так нужен 85 рублей 85 рублей дан за 525 грамм ну ну не знаю из этих 525 грамм грамм наверное 300 это желе из оставших 225 грамм это часть непонятной структуры и грамм 100 с небольшим это мясо вот уж ведь тоже вот кит вот жилы пленки вот 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 они вот причем вот если делать тушенку говяжий голяшки то что сейчас по-модному называется особу к когда напиливают и и такими кольцами вот это же получается неимоверно вкуснейшая вещь а здесь у них при таком количестве жил я даже не понимаю почему у них желе вот она вот не встает значит что в эту тушенку еще и воды в бухали просто неимоверное количество то есть при таком количестве жил все желе должно стоять вот как холодец на 1 января который забыли достать из холодильника вот а это как будто всю ночь новогоднюю холодец простоял на батарее вот 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 как такое можно и перед тем как подвести итоги давайте поближе рассмотрим содержимое каждой банки образец один из сибири с любовью жир желешкой непонятная субстанция вот это вот устройство для пыток за 23 рубля 99 копеек из магнита дальше у нас что питерская говяжья тушенка с такими вот 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 как раз на про такие тушенки снимают потом ролики где показывают что там нашли инопланетян и вот да вот один вот кусочек вот здесь мясо на все это количество был не буду скрывать от вас это тушенка из магнита которая похожа очень на поролоновую губку и все это тушенкой большинство из этих тушенок сделано по всеми любимому госту гос же это так прекрасно вот калининградская тушенка которая на самом деле котлета паштетная субстанция непонятного вкуса и цвета вот самый топчик на сегодня из красного и белого да видите она визуально даже похоже на тушенку можно ли это есть наверное можно только в каких условиях и последний образец еще раз питерской тушенки здесь уже не губа не неба не пятачки не достались но мясо какое-то не похожее на мясо в огромном количестве бульона ну и давайте подведем итоги данного рейтинга прискорбного самого ужасного и страшного рейтинга на канале доброслав 13 я надеюсь таких рейтингов больше на этом канале вы не увидите по причине того что я очень надеюсь что среди моих зрителей нет постоянных потребителей вот вот всего вот этого и вам это не интересно давайте лучше вместе учиться с вами делать хорошие качественные вкусные тушенки дома я делюсь своими рецептами своими моментами секретами но я не понимаю просто для кого в таких количествах это делается кто кто потребитель вот этой вот 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 тушенки по 24 по 25 рублей которую я не знаю я сейчас пойду поставлю к там хотя опять они там не уверен что будут счастливы и довольны пойду их все выставлю тушенки однозначно из этого я ничего доедать не буду вот даже самое казалось бы более менее нормальная условно съедобная по запаху по аромату по наличию мяса тушенка за 100 рублей она сильно проигрывает тем тушенкам которые я в российских сухпайках ругал говорил что это фигня что это невозможно да то мясо которое в сухпайках был российских это просто шедевр это прям вот 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 неимоверно вкусная вещь а вот это к условно съедобному то отнести практически невозможно надеялся что здесь попадется пару каких-то интересных по крайней мере съедобных образцов и думаю ну а следующем если зрителям понравится такой формат я сниму там бюджетные пельмени из магазина да нет друзья мои даже я гоню теперь от себя эту мысль и второй раз на эти грабли я наступать не буду самым вкусным и самым полезным продуктом в сегодняшнем ролике является спирт совка уж извините второй раз за ролик и чисто для здоровья для дезинфекции и для того чтобы организму сильно не протестовал после того чем я его кормил за вас мои любимые зрители те кто досматривает данные ролики до конца и если есть новые зрители которые досмотрели до этого момента вам двойной респект и уважение ставьте лайки хотя наверное ролик большей степени заслуживает дизлайка также как и все эти продукты за вас хотелось бы чем закусить но лучше без закусочки перцовка яблочная вообще изумительная штука изумительная штука вот лучше перцовка чем такая штука на столь прискорбной ноте пока пока друзья скоро увидимся надеюсь все будет хорошо и у меня и у вас